Добрый вечер, уважаемые журналисты! Начинаем с конференции по окончании встречи Алангард СКА. В первом встрече оценит, как всегда, исполняющий обязанности главного тренера СКА Зубов Сергея Александровича. Во-первых, хотелось бы, наверное, воспользоваться случаем и поблагодарить команду с уверенной победой. Мы тщательно готовились к сгрозным соперникам и выполнили планную игру. Спасибо, Евгений Александрович. Команду с КА с победой. К сожалению, не успели восстановиться после тяжелого выезда. И нас соперник наказал загрузившие ошибки. Хотя гол Владимира Саботки вернулась в игру, но здесь надо было потерпеть. К сожалению, мы ошиблись. И забивая один гол, конечно, тяжелый рассчитывается на удачный результат с такими серверами команды. Спасибо. Ваши вопросы уже мурналисты представляетесь, пожалуйста. Антон Рутин, сайс-спортс.ру. Евгений Александрович, вскрытие сегодня в заедке не оказалось Александра Попова и Александра Пережогина. Как прокомментируете их отсутствие сегодня? Ну, ребята, небольшие травмы рисковать не стоит, да, сейчас есть ребята, скамейка длинная, поэтому решили их поберечь. Там ничего серьезного нет, но... Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста. Плак 78. Вопрос Сергея Александровича Зубова. Сергей Александрович, сегодня сыграл Илья Режо в воротах. Ну, дали передохнуть Мика Боскинг? Насколько довольны игрой Режо? Запланированная ротация. Да, мы дали отдохнуть Мика, и, на мой взгляд, Илья отстоял прекрасно эту игру, даже несмотря на то, что был пропущен гол. Тогда вопрос по обороне. Сегодня плотно сыграли с лидерами, с Эротом, с Саботкой. Такое впечатление, что разобрали игру «Авангарда» по косточкам. Правда? Не хочется повторяться, но я повторюсь, да, мы серьезно готовились, и ребята выполнили план на 100%. Ну и последний вопрос. Каким образом вы так промотивировали команду на такой яркий третий период? Я здесь делал не мотивации, а внутреннюю особенность игроков, и нельзя прогнозировать ни счет, ни как сложится матч. Я, опять же, скажу, что я рад за ребят, что они поверили, поверили друг в друга и добились победы. Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста. Вопрос, Илья Александрович. Представьте, пожалуйста. Андрей Влахин, программа «Овертайм». Понятно, что вы были в составе, не играли попов, перерывы, как вы сказали. Вот насколько вы довели тем, как сыграл Глухов, который впервые за долгое время появился в первом звене у Андарма? Ну, видимо, Алексею не просто было. То есть, если в третьей-четвертой линии он выполнял одни роли, здесь ему пришлось уже выполнять другие задачи. Не все у него получилось, но я бы не стал только Алексея обвинять. Проиграла команда, значит, виноваты все. И еще один вопрос в догонку. У нас есть Фармова, Саранка, уже оттуда вернули Семенова. Еще какие-то комбинатуры возможны просто для длинной стамейки? Вот, на ваш взгляд, ваша оценка. Можно ли на кого-то рассчитывать? Из игроков, которые принадлежат в Авангар? Конечно, мы за ребятами следим. Но сейчас у нас одна игра до перерыва, и надо хорошо к ней подготовиться. Спасибо. Следующий вопрос. Сергей Александрович, вот сегодня все-таки прошла информация, что права Анна Войнова уже точно узка. Когда его ждать в официальном матче? И можно сейчас уже сказать, какого вы ему, партнера в обороне, видите ли пока преждевременно? На данный момент это действительно преждевременно. Слава находится в довольно неплохой форме, но говорить о возвращении на лед пока в этот момент рано. То есть до паузы на юбературу он не собирает? Нет. Спасибо. Следующий вопрос. Кирилл Чевский, Агентство Супер-Омска. Сергей Александрович, вот вы сказали, установка его, выполнил установку. Ну что все-таки может быть по-подробнее? Что получилось у вас, и что не получилось? Терпение. Мы знали, что соперник мастеровитый, хорошо играет в атаке, и план был терпеть, ждать ошибок и использовать их. Всеми компонентами довольны. В своей игре, всеми компонентами довольны. Да. Спасибо. Еще вопрос. Сергей Калац, Севский Супер-Омска. Сергей Риставович, СКА вывернул Владимира Скачева в Северной Америке, но он так и не играет, все в две игры сыграл. У него в этом году будет шанс за СКА сыграть? Еще. Обязательно. Он сейчас выступает за СКА-Ниву. Мы пристально следим за игроком. И как только мы почувствуем, что он готов, мы обязательно предоставляем ему шанс. Спасибо. Есть еще вопросы? Если вопросов нет, то я вам передаю за то, что спасибо всем. Спасибо всем. Субтитры создавал DimaTorzok